В эфире Народные новости в студии Евгения Байбикова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Все для наших ребят. Из Саранска в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарного груза. Плюс 10% к уровню прошлого года. Руководитель Республиканской налоговой службы рассказал о промежуточных итогах работы ведомства. Серое золото в Чамзинском районе профориентацию начинают с детского сада. Миллион шестьсот тысяч тонн. Агрария республики продолжает уборку зерна и заготовку кормов. Детство без ограничений. На базе «Метрум» открылась инклюзивная игровая площадка. 5 сентября из Мордовии в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарного груза. Там, как всегда, все самое необходимое для военнослужащих, кропотливо собранное неравнодушными жителями республики. В чем больше всего нуждаются сейчас и что именно входит в состав груза, расскажут мои коллеги. С момента отправки предыдущего груза не прошло и двух недель, и вот уже готовятся к отбытию новой. Сбор гуманитарной помощи – процесс непрерывный. С бойцами региональное отделение Фонда мира всегда на связи и всегда знают, что именно сейчас необходимо тем, кто находится в зоне СВО. Все то, что у нас просили бойцы – это обмундирование, амуниция, это оборудование, инвентарь, и генераторы, и бензопилы, и материалы, это и гвозди, и скобы, и пленку, и обмундирование. Это нательное белье, это камуфляж, это разгрузки. Отправляются к бойцам также маскировочные сети, цифровая техника, квадрокоптеры и планшеты, ну и, конечно же, продукты питания и бытовые принадлежности. В сборе участвует вся республика, свой вклад сделал каждый муниципальный район. Аккумулировать все то, что приносят люди, помогает и республиканский молодежный центр. Вместе с самым необходимым – привет из дома, письма и свежие районные газеты. А родным, тех, кто сейчас далеко от дома, стараются помочь и морально, и юридически. Фонд «Мира» в этом направлении работает совместно с партией «Единая Россия». С 11 по 18 число в общественной приемной партии «Единая Россия» будет проходить неделя юридической помощи. Поэтому все те, у кого есть какие-либо вопросы, проблемы, могут обратиться к ААМ на проспект Ленина-7. Продолжается также сбор средств. Активную работу в этом направлении мордовское отделение фонда «Мира» начало в прошлом сентябре. Меньше чем за год удалось собрать более 130 миллионов рублей, более 30 миллионов пожертвований от неравнодушных жителей республики, остальное средство выделено и бизнес-сообществом региона. Реквизиты фонда сейчас на экране. Свой посильный вклад может сделать любой желающий. Ирина Семенова, Владимир Надькин. Народные новости. Наполнение бюджета Мордовии. 4 сентября глава Мордовии Артем Сдунов провел рабочую встречу с руководителем управления Федеральной налоговой службы по республике Юрием Горюновым. Обсуждались вопросы налоговой политики в регионе. В частности, речь шла о поступлении налоговых платежей в консолидированный бюджет республики. Руководитель управления налоговой службы Юрий Горюнов проинформировал, что за 8 месяцев текущего года в бюджет республики поступило почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В цифрах это 26 миллиардов 217 миллионов рублей. Если говорить о бюджете России, то всего сотрудники управления собрали 38 миллиардов 908 миллионов рублей налогов. В общей структуре налоговых поступлений наибольшую долю составили. Налог на доходы физических лиц это почти 34% от общего объема поступлений, а также налог на прибыль организации более 19%. Но это не предел. В ходе рабочей встречи рассмотрены вопросы повышения налогового потенциала региона. Артем Сдунов подчеркнул, что от стабильного уровня налоговых поступлений в региональный бюджет зависит решение важнейших для республики социальных задач. Урок мужества от настоящего героя. По приглашению Министерства культуры, национальной политики, архивного дела и Координационного центра по противодействию идеологии терроризма и профилактики экстремизма МГУ имени Огарева в Мордовию прибыл Владимир Силантьев. Кавалер ордена мужества, участник страшных событий в Беслане, пообщался со школьниками Белозеревской школы и студентами-медиками. О чем расскажут мои коллеги. Владимир Силантьев родился в Московской области. В 1980-м был призван в ряды Вооруженных сил Советского Союза. 17 лет посвятил служению в ВДВ. 20 лет – службе в органах государственной безопасности подразделения специального назначения. На груди – высокая награда России орден мужества. Его Владимир Силантьев получил за проявленную самоотверженность в ходе освобождения заложников в Беслане. События, произошедшие 19 лет назад, четко отложились в памяти полковника. Новость о захвате школы повергла в шок всю Россию. К такому ужасу невозможно быть готовым заранее. В течение двух дней Центр специального назначения ФСБ России готовился к специальной операции по освобождению заложников. Любой военный, тем более офицер, орган безопасности подразделения специального назначения, у них у всех есть дети. Они все папы практически у нас. Поэтому они все прекрасно понимали, что там находятся дети, женщины находятся. И они, конечно, переживали все. Подробностями той страшной трагедии Владимир Силантьев делился с подростками. За партами ученики Белозеревской средней школы. Всего неделю назад они перешли в восьмой класс. Герой предложил им вспомнить торжественную линейку. Как радостно провожали родные, какие букеты они дарили учителям. Все это, чтобы осознать весь ужас трагедии. Ведь для 186 погибших, ничего не подозревавших детей в Беслане, эта линейка 2004 года стала последней. Колоссальная цифра, но она могла быть еще больше. Отчасти благодаря сотрудникам Центра специального назначения. Сотни детей и взрослых удалось вырвать из лап террористов. Владимир рассказал детям о десяти героях спецназа, о своих боевых товарищах, которые ценой собственной жизни до последнего отстаивали жизнь заложников. У нас погибло там 10 человек, 10 сотрудников Центра специального назначения. Три сотрудника Альфы и семь сотрудников Вымпела. Они все настоящие герои. Трем из них присвоено звание Героя России. Это Разумовский, Туркин и Перов. Эти страшные кадры не декорации к фильму, а люди не профессиональные актеры. Это реальные фотоснимки трагедии в Беслане. По этическим соображениям на встрече с детьми было показано далеко не все. Ужас трагедии не передать ни словами, ни фотоснимками. Вспоминать о теракте в Беслане Владимиру больно до сих пор. Но молчать об этом нельзя. Чем больше людей будут помнить о страшной трагедии, тем меньше шансов на ее повторение. А пусть они знают настоящих героев, которых, если вдруг что-то происходит, они готовы и жизнь отдать. Это крайние меры. Это крайние меры. Но на примерах действий, работы, подвигов этих героев надо учиться. На память полковник вручил школьникам газету группы специального назначения и книгу, посвященную героям-бойцам в спецподразделении «Альфа» и «Вымпел». А это тоже Владимир Силантьев, но уже на встрече со студентами-медиками Мордовского госуниверситета. Парадную форму надевать не стал. Героя здесь узнали и без этого. Послушать рассказ участника специальной операции в Беслане от первого лица для них большая гордость. Так как мой отец находится в зоне действия СВО, я очень горжусь им. Он для меня мой герой. И я также понимаю, что сейчас с нами в одном зале находится герой. И его слова, его мысли, его чувства с тех моментов мы можем прочувствовать на себе. Поэтому для меня это очень интересно и очень важно. Встреча с героем Республиканское министерство культуры, национальной политики и архивного дела инициировали совместно с Координационным центром МГУ имени Огарева. В Мордовии Владимир Силантьев первый. И будем надеяться, не в последний раз. Таких гостей республика ждет всегда. Ирина Суконкина, Владимир Ильин. Народные новости. 1 сентября школьники и дошкольники рабочего поселка Комсомольский открыли для себя двери в мир не только академических знаний, но и профессиональных навыков. К новому учебному году Мордов Цемент открыл класс профориентации и робототехники в школе номер 2. А также в рамках проекта «Серое золото» профориентационную группу в детском саду «Красная шапочка». Теперь дети в игровой форме познакомятся с заводом и основными инженерными профессиями. Продолжение следует... Разнообразные настольные игры, книги, интерактивные зоны. Когда Мордов Цемент предложил нам поучаствовать в проекте «Серое золото», который как раз и направлено на раннюю профориентацию детей-дошкольников, то мы не раздумывая, конечно, согласились. Цель проекта – это растить юных патриотов нашего поселка, которые знают о главном градообразующем предприятии, которые знают, какие профессии востребованы на цементном заводе. Если в детском саду малыши будут только знакомиться с многообразием профессий, то для выпускников школы этот год должен стать определяющим в дальнейшем выборе жизненного пути. Поэтому утро 1 сентября для них началось с урока профориентации. Молодые сотрудники Мордов Цемента рассказали ребятам о возможностях, которые открывает перед ними работа на заводе. А затем все дружно отправились на линейку. В комсомольскую школу номер 2 поздравить ребят с началом нового учебного года пришли почетные гости. Зампред правительства Мордовии Инсав Хайрулин отметил фундаментальность школьного образования. Генеральный директор Мордов Цемента Сергей Марочков напомнил о важности школьной поры в жизни каждого человека. А глава Чамзинского района Руслан Батеряков пожелал успехов на пути к знаниям. Остаете на серьезный путь? Долгие, но нужные. Слушайте своих родителей. Уважайте свою первую учительницу, которая поставит вас на путь. Тот, который вы выбрали. Только вперед. Двигаться к новым вершинам ребята из второй школы начнут с комфорта. В этом году здесь появился специализированный класс профориентации. В торжественной обстановке он открылся после линейки. На то, чтобы класс получился современным и технически оснащенным, предприятие не поскупилось. Всего на появление профориентационных зон и в школе, и в детсаду предприятие выделило 4,5 миллиона рублей. Теперь школьники на практике будут узнавать тонкости работы на предприятии. Здесь есть специальный конструктор, чтобы познакомиться с технологией цементного производства. Чтобы иметь представление, какие профессии востребованы на заводе, есть специальные баннеры с их перечнем. А чтобы понимать, где им можно обучиться, есть список вузов и направлений подготовки. Это позволит повысить престиж рабочих профессий в их глазах. Мы постарались вложить в этот класс все инновационные идеи, чтобы наши дети развивались, тянулись к знаниям, тянулись к точным наукам, готовились быть инженерами. В будущем ждем всех на нашем предприятии. Мы надеемся, что все будут грамотными специалистами. Кроме того, в новом классе ученики теперь получат возможность заниматься робототехникой. Под руководством педагогов ребята научатся собирать своих первых роботов, программировать их и выступать с ними на соревнованиях. В будущем такие навыки сделают их конкурентоспособными на рынке труда. Тот, кто владеет технологией, тот, кто развивает технологию, за ним будущее. И, естественно, если мы с детских времен, со школьной скамьей наших ребят учим именно заниматься технологиями, понимать смысл, конструкцию и подходы, это поможет им в дальнейшем, в будущем. При трудоустройстве, при выборе профессии, при тех действиях, которые нужны. Вы знаете, сегодня роботы везде. Свои важные миссии «Мордов Цемент» видят не только заботу о сотрудниках, но и улучшение жизни региона в целом. Именно поэтому реализация социальных программ остается приоритетной задачей. Ирина Радайкина, Анастасия Кулагина, Сергей Соколов. Народные новости, Чамзинский район. В Саранске появилось новое инклюзивное пространство. Небольшая детская площадка разместилась в деловом квартале «Метрум». В тихом и спокойном месте особенные ребята смогут играть, отдыхать, а главное – социализироваться без стресса и с комфортом для себя. Круглые удобные качели с сеткой, мини-лабиринт, маленькая беседка, лавочки. Небольшая детская площадка ничем не отличается от других площадок во дворах Саранска. Звонкий смех, уличные игры, много детворы. Все как и везде. Но все же это особенное место, как и ребята, для которых оно сделано. Инклюзивная детская площадка должна стать местом досуга для детей с особенностями ментального здоровья. Расположение тоже подходящее. Здесь нет лишней суеты, как в обычных дворах. Поэтому играть и общаться со сверстниками ребятам будет комфортнее. Есть детские площадки, на которые дети с ОВЗ хотели бы пойти, но там других деток огромное количество. И просто негде играть. То есть это либо приходить, когда вообще никого нет, ну, социализация, она нужна нашим детям, либо просто проходить мимо. А вот такие вот площадки, даже пусть они будут небольшие, совсем прям немножечко, но они нужны. Они приносят огромное удовольствие нашим детям, но нам еще больше. Инклюзивная детская площадка появилась по инициативе общественной организации «Теренчич-Сим». Ее открытие стало завершающим этапом проекта по созданию в Саранске инфраструктуры для реабилитации и абилитации детей с ОВЗ. Реализуется он в рамках регионального гранта при софинансировании предпринимательского сообщества республики. Сейчас в деловом квартале «Метрум» уже работает бесплатный каворкинг «Солнце и Луна», где особенные ребята имеют возможность заниматься с дефектологом-логопедом и нейропсихологом, развивать свои творческие способности, получать навыки самостоятельной жизни. Кроме того, создано пространство и для спорта. Дети занимаются в адаптивных или инклюзивных секциях. Все занятия и в семейном каворкинге, и в секциях бесплатно. Бесплатно для всех детей, особенно всей нашей аудитории. И благодаря сотрудничеству с Министерством здравоохранения и с Госкомитетом по делам молодежи, с публики Мордовия, год назад мы выиграли в том числе грант. Грант на создание уличной инфраструктуры для детей с особенностями развития. Зимой здесь функционирует ледовый каток, на котором ребята могут либо кататься, либо пробовать элементы хоккея. Летний период – это трансформируемая детская уличная площадка. В чем ее особенность? Она и так и называется инклюзивной, потому что на ней могут вместе коммуницировать и взаимодействовать дети нормотипичные, детишки, которые наши целевые аудитории. В планах расширять и улучшать уличное инклюзивное пространство. На очереди создание масштабного арт-объекта на месте бывшего заводского участка. Ирина Радайкина, Екатерина Геранюшкина, Народные новости. В городе Ковылкино состоялся праздник в честь 27-й годовщины основания местной войсковой части. Военнослужащим вручили медали, почетные грамоты, благодарности и ключи от новых квартир. Подробности в материале Михаила Мазанова и Максима Бекеева. Торжественные звуки марша. В безоблачном небе гордо рейд флаг, а солдаты Чикани Шак несут воинское знамя. Так Ковылкинская войсковая часть номер 84-1680 праздновала 27-ю годовщину со дня своего основания. Не обошлось и без заслуженных государственных и ведомственных наград. Защитникам Отечества вручили медали, почетные грамоты и благодарности. Также хочу от всего личного состава армии поблагодарить ваши семьи, ваших родных и близких за их терпение, за их достойное уважение к вам. Получать награды за воинскую службу приятно и почетно. А еще приятнее, когда наконец-то решается квартирный вопрос. В начале осени новоселье отпраздновали сразу несколько десятков семей военнослужащих местного гарнизона. Радость защитниками Отечества разделяют их родные, друзья и знакомые. Для них это новые традиции, новые возможности, новая жизнь. После символического вручения ключей командиру части начинается долгожданное заселение. Сегодня у нас по-настоящему радостное, светлое и чемоданное настроение, потому что мы стали обладателями такой шикарной, просторной, светлой трехкомнатной квартиры. Мы очень рады получению нового жилья. Новые квартиры военнослужащих – лучший подарок о дню рождения части. Они оборудованы всем необходимым для комфортного проживания и станут для военнослужащих Ковылкинского гарнизона родным домом. Михаил Мазанов, Максим Бикеев, Народные новости. Уборка зерновых подходит к своему завершению. На сегодняшний день с полей республики собрано более 1,6 млн тонн зерна при средней урожайности 41 центнер с гектара. На первом месте по урожайности – Кадошкинский район, на втором – Чамзинский, который завоевал лидерство в том числе благодаря сельхозпредприятию «Калиновское». Здешние труженики ежегодно показывают высокие результаты. А еще Калиновское – настоящий пример социально-ответственного бизнеса. О видах на урожай, местном материнском капитале и заботе о сельских жителях – в следующем сюжете. На полях Калиновского пыль с толбом. Последние центнеры с гектара спешат убрать до прихода осенних дождей. Работа осталась примерно на две недели. А тут еще погода подсобила и к уборке зерновых, севу, а зимых добавилась заготовка сенажа по третьему кругу. В общем, забот на сельхозпредприятии хватает. Местные поля раскинулись на 7 тысяч гектаров. На них все лето зрели зерновые, зернобобовые и кормовые культуры. «Порядка где-то у нас 1400 гектаров по хозяйству. Это зима и пшеница плюс третикали. 1200 ячмень, в том числе пивоваренные и на семена. Яровая пшеница – 800 гектар. Горчица – 775 гектар. Лен – 210. Кормовых культур у нас где-то около 1000. Многолетки – 300 гектар. И кукуруза, зерной и силос – это около 400 гектар». В основное направление хозяйства – выращивание семян азимых и яровых. В 2022-м сельские труженики произвели порядка 6 тысяч тонн элитных семян. Более 1800 тонн уже реализовали в этом году. Цифрами нового сезона аграрии довольны. Почва в этом районе не самая богатая, но благодаря трудолюбию и профессионализму сотрудников ожидается рекордный валовый сбор зерна. «Урожайность в этом году радует. Радует качество. Качество пшеницы, именно то, что была, которая на продоволку вся идет, третий класс. Это каликовина 24 и выше. Урожайность в среднем по хозяйству вместе с горохами. Сейчас на данный момент у нас идет где-то 53 центнера. Это при уборке где-то мы убрали 60% уборных площадей». Здешний урожай не пропадет. Изюминка хозяйства помимо качественных семян – пивоваренный ячмень. Есть договоренности с крупными компаниями. А кормовые культуры с удовольствием уплетают местные буренки. Животноводству особое внимание. Только за последнее время в его развитие вложили 20 миллионов рублей. Обновили родильное отделение коровников. В планах улучшить условия содержания маточного стада. «Мы строим новые калды. Они у нас будут суперскими. Потому что там будет как условия и для зимы, для малышей. Там будет жесткая подстилка, обогреваемые поилки, навес, кормовой стол залитый из бетонной покрытия будет и для ног, и для кормов. То есть условия будут все соблюдены. Условия будут шикарными». В хозяйстве более тысячи голов крупного рогатого скота. 380 из них – дойные стада. В сутки каждая корова дает в среднем 25 литров молока. Ежедневные надои – порядка 11 тонн. Свежеотборное молоко реализуют в том числе местным жителям. «Наше молоко они очень ценят. Даже постоянно комплименты делают нашему молоку. Оно у них прям ценится. Говорят, что оно очень вкусное. Оно прям пахнет мороженым. Мы даже сами, когда его пьем… Ну, вообще мы все берем молоко. Вот все, кто здесь работает, берем свое молоко. У нас около тонны мы продаем населению молока. То есть это говорит о том, что молоко чистое, вкусное. И как бы видно, что людям нравится». Секрет вкусного молока, как отмечают животноводы, качественный корм, правильная организация работы, соблюдение чистоты и технологического процесса. А главное – любовь к своему делу. Она у каждого из команды профессионалов в наличии. «Работа нравится. Здесь, как говорят, нет дня сурка. Каждый день он разный. С животными тоже нравится работать именно. Ласковые, добрые». В Кариновском трудится слаженная команда специалистов. Высокие надои и богатый урожай – полностью их заслуга. Здесь всегда открыто к работе и с молодыми кадрами. В хозяйстве активно практикуются студенты республиканского вуза. А со следующего года сюда приедут набираться опыта студенты Тимирязевской академии. У нас достигнута договоренность о том, что в следующем году нами будет принято порядка 6-8 студентов, которые показали хорошие успехи в учебе. И у нас с ними договоренность идет о прохождении практики в нашем хозяйстве. В том числе с возможностью дальнейшего трудоустройства, если, конечно, они пожелают. Все эти 6-8 студентов, они родом с Мордовией, поэтому для них это какой-то сложности не возникнет. Руководитель предприятия Петр Кувыркин болеет за социальную сферу. Например, в Калиновском есть свой материнский капитал. За рождение детей сотрудники получают разовую выплату от 100 тысяч рублей. Преображается и село. Здесь появилась новая детская площадка. Скоро приступят к реконструкции Дома культуры и приведут в порядок местный родник. Также в следующем году к сельской администрации проложат новенькую дорогу. А уже в ближайшее время завершится строительство подъезда к молочной ферме. Работа идет в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря такому подходу к работе сотрудникам из селу Чамзинский район находится в лидерах отрасли, а Медаева продолжает жить и развиваться. Ольга Данилова, Владимир Надькин. Народные новости. Чамзинский район. В школах республики большое внимание уделяется патриотическому воспитанию подрастающего поколения. С ребятами проводят уроки мужества, напоминают историю нашей большой страны и, конечно же, чествуют тех, кто сейчас отдает долг Родине в зоне проведения СВО. К началу учебного года в одной из школ Ковылкина приурочили сразу несколько важных событий. Помимо торжественной линейки, ученики школы номер 3 имени Ивана Арапова стали свидетелями исторического момента. Открыли мемориальные доски и парты героев. Одна посвящена генерал-лейтенанту Ивану Арапову, а три других тем, кто с честью и достоинством защищали Родину в зоне проведения СВО и погибли при исполнении своего воинского долга. Их память почтили минутой молчания. Сразу после возложения цветов теперь при входе в школу ее ученики смогут видеть тех, кто своим личным примером доказал мужество и отвагу, а также любовь к родной земле. А в школе номер 6 имени героя Советского Союза Михаила Гуреева к ребятам пришел участник СВО. И он сам когда-то здесь учился. На линейке боец не только рассказал о себе, но и спел песню, которая тесно связана с его службой. Не встретите, где празднуют парады, но вы, правка, истайтесь ни при чем. Гусары с миротворческой бригады сегодня там, где очень горячо. Валерия Новикова, Максим Бикеев. Народные новости. Детское автокресло. Два простых слова, знакомые всем понятия, но за ним кроются десятки тысяч спасенных малышей. В случае ДТП фиксирующие устройства могут уберечь здоровье и жизнь детей. Что может быть важнее для ответственных родителей и водителей? Напомнить эту непреложную истину всем участникам дорожного движения решили сотрудники ГИБДД. Как прошел рейд, расскажем в сюжете. Дети – самое ценное, что у нас есть. Их безопасность – безусловный приоритет. К сожалению, помнят об этом не все. Безответственные водители порой пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров. С начала года на территории республики зарегистрировано 26 дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров, в которых погибли 6 и получил ранение 31 ребенок. Сентябрь – зона особого риска. Дети вернулись с каникул, соответственно, вырос трафик их перевозки. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Детское автокресло» проверили наличие кресел и фиксаторов на ремни безопасности, а также провели с водителями профилактические беседы. Всего за один день проведения рейдовых проверок за нарушение правил перевозки детей к административной ответственности было привлечено более 70 водителей. «Берегите своих детей, и пусть каждая поездка будет безопасной». Это главная цель правоохранителей и, разумеется, всех ответственных родителей. Соблюдение правил безопасности при перевозке юных пассажиров в автомобили – не прихоть инспектора, а жизненная необходимость. Помнить об этом – долг каждого водителя. «Уважаемые родители, берегите своих детей, перевозите в автокресло». Вячеслав Кузьменко – Народные новости. В юношеской футбольной лиге, где в этом сезоне играют целых две команды из Мордовии, позади уже 22 тура. Развязка не за горами, поэтому борьба сейчас особенно жаркая. 4 сентября саранские коллективы играли с принципиальным противником – фаворитом сезона и бессменным лидером турнирной таблицы – Урала. На домашней Мордовии арене удалось переломить ход событий. Как прошли игры с гостями из Екатеринбурга узнаете из краткого обзора Ирины Семеновой. Особенно принципиальным соперничество стало для коллектива в 2008-го года рождения. Весь сезон шмели и лисы борются за первую строчку. На поле тяжело было обоим коллективам. Хорошая работа голкипера гостей усложняла ситуацию для Мордовии, которая несколько раз пыталась открыть счет. Урал тоже подобраться к воротам противника не мог, на перерыв ушли с нулевой ничьей. Сразу после перерыва – быстрая атака и такой же быстрый гол, грамотно воспользоваться моментом и довести дело до конца смог Денис Сурин. Этот гол стал решающим. В остальные 40 минут коллективы ничего придумать так и не смогли, поэтому завершили игру с минимальным счетом. Второй раз Урал-2008 терпит поражение от мордовских ребят. Команда очень техничная, знает, как играть в пас. И сильная, сильная команда. И другие команды – это, конечно, тоже хороший уровень, но Урал – это другой, совершенно другой уровень. Футбол – это игра, где любой может ошибиться. И то есть, как нам сказали, нету такой команды, которая не проигрывает. Еще полсезона впереди, и посмотрим, какой будет результат. Мордовия-2008 начинает поджимать Урал и возвращать себе лидерскую позицию. Пока команда Эдуарда Тюшева по-прежнему на второй строчке турнирной таблицы, однако отрыв от лидера всего два балла, замыкает тройку Нижний Новгород. Следом на поле вышли команды 2007 года рождения. Здесь противостояние было не настолько принципиальным. Но для Мордовии на счету каждый гол команда стремится войти в тройку лидеров. Ефим Зимин получил травму на разминке и его срочно заменил Рустам Беляков. И не зря именно он забил быстрый гол на 13-й минуте и позволил хозяевам уверенно открыть счет и настроиться на победу. Мордовия столь же уверенно шла в атаку, но на 26-й минуте напоролись на штрафной. Его смог грамотно исполнить и сравнять счет Артем Баранов. Уступать хозяева не спешили. Перед уходом на перерыв все же вышли вперед. На 43-й минуте забил Даниил Федотов. Это решило исход игры. 2-1 и это победа Мордовии. Можно сказать, это лучшая игра этого сезона. Ребята не оставили, наверное, ни капельки сил. И видно было, что за каждый мяч идет борьба. Мордовия Д-1007 после 22 туров на 4-м месте в турнирной таблице. На первых трех строчках ситуация неизменная. Лидирует Урал, второе место за Нижним Новгородом. Замыкают крылья советов. Следующий матч для саранских команд пройдет в гостях. 9 сентября сыграют с Оренбургом. Ирина Семенова, Народные новости. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А еще лучше лишний раз посмотреть полезную информацию, чем попасться на уловки мошенников и лишиться средств. К сожалению, статистика не радует. Жертвами злоумышленников становятся в среднем 3 жителя Мордовии в день. Чтобы не пополнить их ряды, предлагаю внимательно посмотреть следующий ролик. МВД предупреждает. Вы знаете, что на каждой банковской карте есть CVV-код, который хранит ваши деньги. И если вам позвонили и попросили назвать его, не сообщайте. Иначе ваши средства окажутся в кармане у мошенников. Не дай себя обмануть. Фокус – это иллюзия. Мошенничество – это уголовная ответственность. Будьте бдительны. Не дайте себя обмануть. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Фондю любит тебя. Продолжение следует...